Уже 13 лет Наталья руководит кружком «Волшебная глина». Первое направление этого творческого объединения – лепка из глины, а второе – пластилиновый мир. Сегодня здесь занимаются дети первого года обучения. У них сегодня второй день. Первый раз они пришли, вылепили игрушку. Сегодня они ее тщательно, старательно раскрашивают. Очень много терпения нужно. Правда, ребят? Да. Сначала краску надо правильно подготовить, размешать, добавить клей, а потом уже аккуратно, терпеливо взять кисточку и раскрашивать. Посмотрите, какие забавные ежики у нас получились. И, кстати, очень разное. Ведь задание было ежик, а каждый ребенок увидел его по-своему. Творчеством из пластилина занимаются малыши дошкольного возраста. А с таким непростым материалом, как глина, работают дети уже начальных классов. Эта специальная глина не требует обжига, только сушку. Юным творцам остается лишь раскрасить свою эксклюзивную работу. Расскажи, нравится тебе заниматься в этом кружке? Очень нравится мне. Я вот хочу в старшую группу войти и потом научиться самим делать игрушки. Мне хочется заниматься, потому что здесь интересно, очень интересно делать поделки и раскрашивать их. Я хочу, чтобы у моего ежика была семья. И куда он торопится у тебя? Он торопится угощить семью свою. В изготовлении авторской поделки используются и дополнительные материалы и детали. Плотный картон, яркая ткань и разноцветные бусины. Моя задача главная не копировать работы, вот мою, например, что я им показываю, а учу детей разными способами выполнить ту или иную поделочку. Разные способы сразу преподаю и показываю, как так выполнить или так, или в динамике. На интерактивных уроках дети не только занимаются творчеством, но и общаются друг с другом, познают окружающий мир, учатся планировать свое время, а также мыслить и фантазировать. Как известно, развитие мелкой моторики с раннего возраста благоприятно влияет на внимание, память, усидчивость и смекалку детей. Буквально через месяц сознание у ребят меняется, и их уже можно назвать маленькими личностями. Из обычного комка глины можно сделать всякие поделки, зверюшек, игрушки из одного комка. Можно ежика вот сделать. Кружок занимательной лепки неспроста назван волшебная глина. Ведь творчество – это всегда маленькое волшебство, которое требует вдохновения и радостного настроя.